В Алтайский край туристы со всей страны ехали всегда. Бум, по словам экспертов, начался лет 15 назад. А в последние годы наш край и Барнаул становятся все более привлекательными для гостей из других регионов. Привлекает наша настоящесть. Я знаю, что такого слова нет, но очень оно здесь уместно. Продукты. Все любят, конечно, покушать алтайский сыр и увозят отсюда алтайский мед. И вот сейчас как раз сезон облепихи. Привлекает природа, безусловно, привлекает ресурсы экологические, которые у нас есть. Привлекает, безусловно, наши возможности в плане оздоровления, медицинского туризма и так далее. Фестиваль, который ко дню туризма организуют уже второй год подряд, должен еще раз напомнить местным жителям и гостям о том, как и где можно отдохнуть на Алтае. Основная площадка праздника, как и в прошлом году, парк Изумрудный. Девять районов региона готовят для зрителей каждую свою программу и будут рассказывать о своих туристических местах. Свои локации в парке представят и семь музеев края. В фестивале впервые участвуют также Национальный парк Салаир и Тегерекский заповедник. И это еще не все. Впервые в Барнауле и в Алтайском крае мы построим сцену на воде. И на пруду будет проходить Бардовский фестиваль. Также в этом году в парке впервые состоится кулинарный поединок. Десять поваров Алтайского края будут соревноваться за звание народного повара по приготовлению ухи. Приготовят порядка 100 литров ухи. Празднование Дня туризма в Изумрудном начнется в 12 часов и продлится до вечера. В этом году фестиваль пройдет на двух площадках. Организаторы задействуют и улицу Молотобольскую. С нее в субботу стартуют пешеходные экскурсии и квесты по городу. Отпразднуют День туризма и на Бирюзовой Катуне. Эксперты отмечают, интерес к Алтаю растет, поэтому и появился такой фестиваль. Но чтобы туристов становилось еще больше, нужно работать в этом направлении. Конечно, нужно решать вопрос сезонности. Сегодня все-таки фокус внимания гостей смещен на лето. И гости в основном приезжают в летнее время, с мая по конец сентября. Хотелось бы, чтобы вот этой ярко выраженной сезонности не было. И гости полюбили Алтайский край, в том числе и в зимний период, потому что зимой здесь тоже есть что посмотреть. В прошлом году фестиваль туризма в Изумрудном посетили 15 тысяч человек. В этом ждут еще больше гостей. Верят, что и погода празднику благоволит. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.